Добро пожаловать на наш канал! 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 В значении, какую антигипертензивную терапию принимают пациенты, взаимодействие с тиозидными и тиозидоподобными диуретиками обеспечило наибольшее снижение артериального давления в группе пациентов с артериальной гипертензией, которые принимали и холиканциферов в дозе 2000 международных единиц ежедневно в среднем 9 месяцев, и тиозидные диуретики в составе антигипертензивной терапии. Данными ряда исследований показано влияние не только на артериальное давление, но и на гипертрофию левого желудочка, на диастолическую дисфункцию, в частности, достоверное снижение межжелудочковой, толщины межжелудочковой, перегородки толщины задней стенки левого желудочка, индекса массы миокарда левого желудочка. Профессор Сетип Сарвалович рассказывал уже про картификацию сосудов, что очень важно у кардиологических пациентов по влиянию витамина Д. И всегда встает вопрос, какой же оптимальный уровень и когда мы получим палеотропные эффекты витамина Д на сердечно-сосудистую систему. Результаты наши исследования показывают, что в Белоруссии, чтобы получить уровень витамина Д выше 30, надо находиться на улице больше 2 часов на солнце, и даже до 4 часов, от 2 до 4 часов в день пожилым пациентам. Результаты приема витамина Д по данным рандомизированных исследований сравнивали дозы 2000 международных единиц ежедневно или 50 тысяч ежемесячно. В общей суммарной дозе 150 тысяч международных единиц мы видим, что большие дозы нам быстрее, на 14 дней быстрее, дают эффект достижения уровня витамина Д в крови выше 20 нанограмм в миллилитр, в том числе повышение уровня концентриола по данным исследований. Но и прием ежедневный, и прием ежемесячный позволяет достичь оптимального уровня витамина Д в крови. Наши пациенты с артериальной гипертезией при приеме 2000 международных единиц витамина Д ежедневно через 3 месяца было достоверно значимое повышение уровня витамина Д, причем быстрее было повышение у пациентов с дефицитом витамина Д. Пациенты с ишемической болезнью сердца через 3 месяца приема 2000 единиц витамина Д в 82% случаев достигали уровня выше 30 нанограмм в миллилитре. На пожилых пациентах мы проводили исследование с приемом препарата ДВИК 50 тысяч международных единиц 1 раз в неделю, дважды в месяц в большой дозировке пожилым пациентам, но получили хороший результат через месяц. Было достоверное повышение уровня витамина Д в крови. Вы видите, динамит витамина Д практически 19 нанограмм в миллилитре и оптимального уровня достигли 83% пациентов. Тоже прекрасный результат аналогичный приема 2000 международных единиц ежедневного приема. Если профессор Константинович говорил о предотвращении рахита, и мы знаем, что для этого не требуется высокого уровня витамина Д в крови, то для получения плеотропных эффектов на сердечно-сосудистую систему вы видите, что уровень витамина Д больше 30 нанограмм в миллилитре. Результаты нашей исследований показали, что желательно получить уровень 42 нанограмм в миллилитре для того, чтобы получить положительные эффекты на миокард. Таким образом, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что представляют нам европейские рекомендации, написанные под руководством профессора Блудовского взрослым пациентам от 8 до 2000 единиц международных витамина Д ежедневно и выше в зависимости от массы тела. Если детерминирован дефицит витамина Д, речь может идти и про 10 тысяч международных единиц ежедневно, но можно использовать и болезненные дозы в дозе 50 тысяч международных единиц еженедельно. Длительно зависит от наличия дефицита или недостаточности уровня витамина Д в крови исходно. Благодарю всех за внимание. Такая чудесная золотая осень, в которую родился золотой человек. Очень приятно, что в день его дня рождения мы говорим о витамине Д, и я ему желаю здоровья прежде всего. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас кладок кладок, а то закладчики буквально по 5 минут просят, не больше. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.